Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир и мы продолжаем играть в карьеру за холл сити. Так получилось что я сыграл не на запись матч со стоком, по что я говорил ранее, выиграл 1-0 напряженный довольно таки матч был и сыграл матч с аксенала. Но тут такая ситуация произошла, что я начал его записывать этот матч. И так сложились обстоятельства, что играть я мог дальше, а вот записывать нет. Ну и я решил доиграть, все-таки матч до конца. Напряженный матч был интересный. По ходу матча мы уступали Арсеналу 0-1. Жеру забил нам с пенальти. Но в итоге Эль Мохаммеди сначала сравнял, а Кофи, который вышел на замену, все-таки вырвал победу. Вот так вот. И впереди у нас Тоттенхем. О, потом опять Арсенал. Да. Тоттенхем, который занимает сейчас вторую строчку. Видите, мы еще немного оторвались от Преследователей, был опять очок. Сейчас уже стало 7 очок. Мансити там ничью сыграл. Вот так вот. Еще такое. Мне приходится конечно наново рассказывать, но ничего расскажу. Так, ну состав вы видите. Все те же. Халсити взяла двух молодых защитников. Робинсона и Магуайра. Робинсона 21, Магуайра 20. Два англичанина. Теперь надеюсь в следующей Фифе не будет у меня проблем с защитниками. Что надо покупать? И продали Шея Лонга. За 12 лимонов. Покупали его за 7. Неплохо. За полгода, да, наварили. Ну, по-любому нужно-то какое-то усиление. Стил Брюс заикался про троих игроков. Ну, посмотрим. Что-то про Леско-то ничего не слышно видно. Он все-таки изменил свое мнение. Решил. Потому что очень много зависит от погоды. Действительно скользко. Не переходить в Халсити. Ну, посмотрим. Может там еще переговоры идут. Я вам так точно не скажу тоже. Это же не топ-клуб. Что там любой слух сразу же в прессе. А тут выискиваешь эти крупинки в сети. Информация где-то просачивается. Так, Сандра, Лома. Из Ромы перешел. Хороший такой игрок. Так, Эриксон. Ну ладно, будем тебя держать, солдата. Да, ареал своих игроков и свои кантеры управляют в другие клубы. Ну что, из Кастильи очень мало игроков. Перешли в Реал. Еще не доросли. Ну что, они купили за пару миллионов, десятков миллионов игрока. И все. И продаются футболки. Там приедем. О, где Свертарь. Так же Днепро выиграл Хайдука 2-1. Но там по первому тайму намного больше стояло в ворота Хайдука. Сколько там? 20 ударов они нанесли. Всего. Или даже больше. Напрашивающийся по штрафную. Неудачный прострел и мяч уже у соперника. Развивается атака по флангу. Можно двигаться дальше, но мне кажется лучше отпасовать центр. Что там было? Какое-то нарушение. Рука что ли? А, не сбил. Так он уже ударил. Потом я уже его сбил. Аааа. Молодец. Сагбо. Ну и вот в шахматном порядке меняется команда в плане владения мячом. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно ворота пробить. Навесик. Вот это шанс. Ааа. И арбитр назначают угловой. Так, а Люка будет подавать. Как это почти всегда бывает, защита снимает верх. Бей! Удар, но мяч встречается с защитником и отскакивает. Атак. Взял. Ну молодец. Такий враг. Хотел я тебя купить, но дороговат ты был по зарплате. Оффсайд. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. В этот раз он эту грань приступит. Ааа. Ааа. Аааа. Я, короче, ну так затупил, что словами не передать. Короче. Орел, все я в настройках. смотрел там же стоит видюха nvidia geforce так вот там были настройки типа определение на какую видеокартовку включать на встроенную или нет и стоял автоматически решать я думаю почему автоматически есть а люка молодец сделал что получанию на нормальную видюху которая тут стоит в итоге включая фифу не выдает во время записи от 80 до 100 кадров в секунду во время записи я офигел вот так вот бывает не знаешь таких нюансов и за них же из-за незнания так сказать страдаешь команда закладывалась на потери мяча в такой ситуации жесткая борьба за мяч продолжается при едино балансе остается на какое-то время так давай прорыв вот так было успев защитник я порекомендовал защитникам быть повнимательнее данным что потому что отсюда то можно добросить можно добросить врага 11 метровый ответ подача фланга и этот кросс становится добычей защищающей со стороны так на перехват лежать там она не точно часто это опасно чадли вот он забит и шансы команды вновь равны да неприятно и вновь команды в равных условиях такое впечатление что этот мяч ну видите Эль Мохаммеди остановился думал что Калыш побежит дальше а Калыш затупил тоже да и Павел Фрейра провалился слегка так надо подавать есть Калыш а 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 ну 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 так ну в принципе и так бы залетел ну хорошо поправили сразу же положение и из дриблинга в удар сейчас вложатся игрок я практически в этом не сомневаюсь а а так так давай 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 блин 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 рублей блин блин мяч перехватил блин блин вот оффсайд хотел на брейди отдать но видите перехватил все-таки защитник нажали ливермо замкнуть носок был молодец и аль-мохаммеди тоже классный пас отдал ну попробуем еще раз вот джесс еще не навес точнее еще один угловый сейчас будет так но я лку еще раза подадим за защитники должны выполнять автоматически навесик блин ну не дали раскатать им контур быструю баласи молодец и в обороне и в атаке я не сомневаюсь что в перерыве тренер скажет вот так ребят сами напортачили сами идите отбивайтесь с двойным рвение так надо бы еще один мячик забить тотман сити выиграет видите на арсеналы в этом что важно тотенхэм обыграть тотенхэм обыграть тотенхэм обыграет пустую больше устанет все очень удачно неплохо блин бреди конечно интересный такой чувак он выходит на позицию с которой можно поворотом пробить меж центральной зоне перехват давай сагбор давай сагбор баласи вылет мяч из пределов штрафной а вот джесс неприятно так ливернула куда же ты отдал эль-мохаммеди свободный пробить он уже терял равновесие не получилось только победил коста это из атлетика так что персонал очки все тоже слышат гул разочарование болельщики явно сегодня недовольны своей командой они пришли сюда наслаждаться футболом а тут такая лажа на экране статистика ударов по воротам ну блин ну прейди ну куда ты отдаешь охренеть скотина брейди в этом матче не особо блещет а тут уже я стыканул куда ты ух ты ж забросик неприятный тут спешка не нужна спешка тут не нужна так надо замена или надо немножко по-другому разбрейди так чили этого на левом фоне эль-мохаммеди придержи сам ладно так второй тайм ничья замены посмотрим как эти замены изменит игру вот но пока игра ночь такой неопределившийся характер и борьба за мяч зато кто им будет больше владеть может быть и решить весь ход поединка мне кажется это статистика весьма относительно потому что мне вот есть у меня такое ощущение что сначала одна команда вроде бы больше владела потом другая начала больше а в итоге видишь вышли на показатель 50 на 50 отлично выбрал позицию совершил перехват хороший шанс до удара дистанция не имеет значения потому что позиция требует удара поворота успеешь успел нам блин мяч вообще может попасть в флажок но получился славы а 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 во а а а а место аль-Мохаммаде выпустим стюарта можно вместо баласи выпустить шинни еще поменялось все если угодно адреналин переназначим так а где боев верну черни стюард как-то так есть сыграла замена я думал содер в сайте но ведь грамотно да он грамотно разместился защитник задержался я думаю попаду в содера как всегда когда так игрок так догнать молодец ну что ж пять минут осталось пять минут один гол всего лишь разница минимальная футбольная самое наверное вкусное для болельщиков ситуация так алюка вечер прочитал эту передачу легко и перехватил отбилась оборона в этот раз куда то есть не достанет есть победа наша хотя я начал нервничать когда нас забили второй мяч немножко нервозно играл но видите все таки замены играют свою роль Стюарт показал свою скорость Содер показал свое волевое чутье и Тоттенхем теперь пусть извиняется перед своими болельщиками так что у нас там 10 ударов 7 спор ничего себе точность пасов видите у них побольше было а Люко играет в матче так и впереди трансферный период да угу и так само осталось я 6 евро и очок там получается 7 7 да 7 очок отрыв от ближайшего преследователя но слава Богу а пока всем спасибо за просмотр если понравилось можете ставить палец вверх надеюсь вам понравилась победа над Тоттенхемом и до встречи в следующей серии всем пока 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 пока